Как прошло свидание? Ой! Привет! Ты, наверное, есть тот самый дружок, о котором говорила Блу? Ты и правда выглядишь неухоженным. А самое главное, таким грустным. И одиноким. Ну ничего, теперь ты будешь жить со мной. Я буду ухаживать с тобой. Надеюсь, мы подружимся. Меня зовут Флора. Я фея природы. А тебя? По-моему, Блу мне говорила, что у тебя есть имя. Так что я тебе его придумаю. Правда, вот обычно своим растениям я даю имена, связанные с ними. А вот про тебя я ничего не знаю. Я не так сильна в земных растениях. Именно поэтому я попросила Блу тебя принести. Мне очень интересно. Так, конечно, что-то я знаю о земных растениях. Но не так много. Конечно, на своей родной планете я уверена, что знаю почти все. А вот тебя мне еще предстоит изучить. Ну и, конечно, сделать так, чтобы ты рос здоровым. Пожалуй, назову тебя Тера. Раз уж ты растение земли. Я, конечно, еще не уверена, каким ты будешь. Большим или останешься таким же миниатюрным. Может быть, ты расцветешь. Для начала хочу осмотреть тебя. Проверить твое состояние. Ну и в целом изучить. Для этого мне понадобится лупа. Немного пыльная. И фонарик. Сейчас внимательно осмотрю тебя. Прикорневое место. Вроде бы выглядит достаточно здоровым. Конечно, видно. Есть такая неухоженность. Немного ты такой дикий. Но я уверена, что все у тебя хорошо. По крайней мере, уж точно будет. Листочки твои осмотрю. А вот кончики, конечно. Ну ничего. Мы с этим еще поработаем. Каких-то огромных поражений я не вижу. Паразитов тоже. Ну правда, конечно, много паразитов. Которых глазом не увидишь. Так. Хочу еще осмотреть твои корни. Лупу, пожалуй, отложу. Нужно убедиться, что они у тебя здоровые. В хорошем состоянии. А также, вдруг тебе твой коржок уже маловат. Твой коржок уже маловат. Инструменты. Немножко сковырну. Твой грунт. Чтобы посмотреть на твои крышки. Не бойся. Я ничего не сделаю плохого. Наоборот. Хочу помочь. Грунт, конечно, видно, что сухой. Но ничего. Скоро мы это исправим. Но, как минимум, я вижу, что у тебя тут еще достаточно места для свободы. Плюс, еще есть место на то, что если вдруг ты подрастешь, и в целом коржки выглядят очень даже хорошо. Я думала, все будет хуже. Так что, видно, ты здоровый малый. Единственное, нужно будет внимательно следить за твоим ростом. Потому что я пока не уверена. Вдруг ты вымахаешь. Тогда придется тебя переселить. В коржок побольше. Но ничего. В этом нет ничего страшного. А пока, в принципе, есть место. Хочу также сделать твои замеры. Потому что я пока не уверена, как ты будешь расти. Поэтому хочу все подробно измерить и записать. И буду делать это частенько. Чтобы, если что, у меня были записи о твоем росте. Так. 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 Такой ленты. Так. 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 так, кисточки так, думаю, пока этого будет достаточно так как дыри небольшого сейчас размера хочу сделать записи сделаю записи твоих размеров так, примерно здесь корни общая длина так длина 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 так длина и длина длина тем более я про тебя еще ничего не знаю вот обычно я фотографирую свои растения но, к сожалению, с моим фотоаппаратом что-то случилось поэтому я его отдала так потому что я в этом вообще ничего не понимаю надеюсь, она сможет мне его починить и скоро вернет когда я устрою тебе фотосессию тогда я устрою тебе фотосессию а пока сделаю небольшую схематичную срисовку хорошо хорошо так 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 ну, такую простую потому что я в будущем хочу сделать фотографии они лучше покажут как ты выглядишь на самом деле вот там на доске есть фотографии растений моих последних так думаю, с записями пока все отложу а теперь наконец-то начнем уход за тобой и для начала я хочу отстричь вот эти вот кончики так как состояние у них, к сожалению, уже плачевное они желтоваты сухие и, к сожалению, они уже не восстановятся поэтому хочу их отстричь ничего страшного иногда чтобы вырасти еще больше сильнее и здоровее нужно избавиться от чего-то это, правда, пойдет тебе только на пользу так что давай я немного уберу для этого понадобятся ножницы так 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 Поверь, так правда будет намного лучше. Поверь, так что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. ничего зато новые коги отрастут очень будут красивые а главное, что здоровые ну все почти закончила мне кажется стало намного лучше хочу немного увлажнить твои листочки заодно стуть с них немного пыли также в этой водичке есть небольшой раствор который продезинфицирует твои листочки если вдруг на них есть мелкие паразиты так 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 и все и и и и этого пока будет достаточно немного увлажнили твои листочки да, знаю, почва еще сухая но это специально, чтобы не перевлажнить ее так как это тоже не очень хорошо может сказаться на тебе для нее я хочу специально приготовить отдельную подпитку чтобы ты стал еще здоровее пока только листочки увлажнили так что давай начну ее готовить для этого мне понадобится ступка ступка в ней я буду все намешивать следующим понадобится конечно же вода обычную воду да я думаю этого пока будет достаточно так поставлю здесь воду пока можно украть в следующем добавлю вот этот экстракт жидкого золота оно очень хорошо помогает для укрепления корней сделай твои корни крепкими крепкими здоровыми так добавлю пару капель все мало конечно осталось нужно будет потом еще добыть в следующем одна из самых главных частей это земля с моей родной планеты очень благородная почва очень благородная почва конечно ты растение земли но я думаю оно тебе так же прекрасно подойдет в ней есть все так добавляю так так вот такая магическая пыльца у меня есть да, ее немного но зато она очень и очень эффективная правда вот не знаю, какую тебе лучше дать потому что для каждого растения есть своя ну и плюс ее очень мало как видишь думаю, все-таки тебе подойдет наверное вот эта хрустальная пыльца думаю, самая эффективная в твоем случае так как основная твоя проблема это сухость на данный момент нужно будет добавить совсем чуть-чуть этого будет достаточно для следующих ингредиентов мне понадобится вот такая вот биспетка буду использовать вот такие вот уже готовые зелья с каждого зелья примерно по одной пипетке всё поэтому я думаю, что ни в чем, ни в чем-то не будет это зелье отвечает за энергию это за здоровье я думаю, можно еще добавить речи для тебя и последнее это зелье помогает обеззаразить все если вдруг у тебя есть какие-то паразиты как я уже говорила ранее так это последнее зелье в принципе на этом все я бы конечно хотела может быть добавить побольше разных магических ингредиентов но так как мы с тобой сегодня в первый раз я думаю нам не стоит пока слишком много добавлять так как мы не знаем твою реакцию как ты среагируешь поэтому пока приготовлю для тебя такую общую подпитку которая подходит всем по крайней мере по крайней мере которые я пробовала на других растениях с планеты земля так что надеюсь и тебе подойдет в любом случае будем подпирать пока размешиваю пока размешиваю мне вот интересно а зацветешь ли ты а если да то какого цвета будут твои цветочки но если даже ты не зацветешь в этом нет ничего страшного ты можешь быть таким какой ты есть самим собой ведь каждое растение по своему уникально и красиво тебе не обязательно иметь цветы но конечно мне интересен твой потенциал так как я вижу что ты еще не раскрылся полностью но и плюс видно что за тобой не ухаживали буду наливать тебе прямо отсюда в твой горшок так думаю этого будет уже достаточно точно так ну да все хорошо ну как как себя чувствуешь стало лучше почва вся улыбнена все хорошо так ну я думаю теперь можно оставить тебя отдыхать а то наверное устал меня слушать поставлю тебя на окошко чтобы питался солнышком конечно так что отдыхай 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 Продолжение следует...